34 аграрадио аграрадио не колись веню послухай нашу болтову здравствуйте дорогие любимые эфиры аграрадии мы дежурная про регионам андруша рапс и яугендажинкин и мы как говорится начинаем погнали у мингородсполком я считаю что причиной плохой рождаемостью беларуси знаешь что люди как говорится это самая да разбестились а ну таким делом ленятся заниматься ну вот уже но у меня есть предположение что может быть это из-за того что очень много работы ведь белорусы это очень работящая нация в смысле народ очень работящий они все время работают устают и может быть не хватает сил и энергия это дело в том прикол знаешь они сейчас проводят по регионам ездят они проводят день информирования о демографической безопасности знака вот приезжая там качанова это наша любимая или и другие другие и значит рассказывают людям а люди сидят и слушают как надо получается размножаться насколько я понял и она говорит о том что надо активнее это делать чтобы повышать популяцию да и и и и ты понимаешь что я вот смотрю на эти фотографии просто понимаю что это реально нужно дело нужное дело по лицам людей понимаю что они уже забыли как это делается потому что нужно когда ты эту лекцию проводишь надо еще наглядно показывать то есть какая-то как на уроке биологии унимать я поднимаю 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 я хочу посмотреть как это делать добрый не было боль короче внимание продолжение чтобы качанова не одна ездила по этим предприятиям а с балабой или скарпинку или с другими выдающимися мужчинами нашей страны и собственно говоря собственно ну не ручно а собственно то есть она одна и все мужчины показывали как это нужно повышать сеть демографической станции могут меняться я же не против типа и чтобы они как бы наглядным примером дали вспомнить людям которые уже забылись как делаются дети собственно и все а качанова после этого через девять месяцев родит нового президента беларуси так сказать разродиться да это будет у него будет шестерня короче вот такие дела ребят но может быть еще можно отбирать полученные 1 декабря вот эти вот контрацептивы это день типа борьбы с болезнями болезнями ужасными этими половыми болезнями а у белару раньше раздавали 1 декабря эти резиновые штукенции а теперь надо забирать и что и что очень важный момент внимание чиновники мы знаем что вы нас смотрите а это нужно новый налог ну мало денег нужен новый налог налог на алименты даже если у тебя нет ребенка с 18 лет ты все равно платишь налог на алименты как на будущее да потому что мы знаем как эти белорусские мужики потом хвостом виль и бедная женщина одна это самая тянет заранее пускай платит с 18 лет алименты и с 21 года еще один налог налог на безотцовство до 21 года если не ради у ребенка опять-таки плати налог до то что у тебя нет ребенка продвигаем культуру в силовые структуры наконец-то наконец-то в беларуси вернули крепостное право сам лукашенко этот самый запретил занятым сельском хозяйстве увольняться без разрешения этих начальников и он сказал что даже не один механизатор или доярка не может не может шагу право улево сделать без разрешения руководителя ну вот андруш вот кто-то говорит что ай-яй-яй ой-яй-яй а я считаю что совершенно рациональный подход куда вот просто у меня возникает вопрос куда этот несчастный механизатор или доярка может поехать или уйти в другое место работы никуда войти никуда не все куда они поедут еще смотри и говорят будут лишать гражданство паспорта забирать тыка нахрена вообще-то яркий паспорт зачем паспорт да действительно потому что ты свой знаешь свое имя знаешь год рождения знаешь в вездке все знают друг друга силовые структуры к кому надо то они тоже все прекрасно о тебе знают я считаю вчера и штучка нужно самое главное после этого закона введения кропостного права отменять юры у день знаешь что такое юра у день это юра у день когда крестьянин мог перейти к другому пану работать это один день у году был все не надо этот праздник уже его можно отменять в этот день можно назначить так сказать определенную этот ярмарку ваканчий устроен эшафот ваканчий такой да эшафот ваканчий собираются разные председатели разных совхозов приносит привозят с собой работников разных доставляют их на эшафот и торгуются у кого какой значит кому надо доярка кто-то продает кому-то собирается на верши каждый говорит про этого человека там вот я видео как изливал солярку там и он за струмой обманул или что-то еще и значит этот а председатель не ставит там тысяча рублей тысяча десять рублей тысяча сто рублей а кто-то может наоборот говорить вот у нас сегодня в нашем кухне скидка на наших работников беру наших 3 доярки 20 процентов скидка вот то есть уже сниженная цена у нас такая вот лука кошка может карта быть карта лука кошка лука кошка да батькова скидка какая-нибудь там типа батькова карта ну в общем все в этом роде да это скидочная или наоборот накидочная ну как это накопительная бачкина копилка бачкина копилка приноси бачкину копилку у нас сейчас председатели до этого закона как у них там новая джили должна была быть некий костюмчик там шумоданчик портфельчик но и такие крутые а сейчас надо менять имидж председателем они должны быть с пугой у тулупя и на тройке с бубенцами приезжать в совхоз и так иногда там пряники так разбрасывать какие-то там монеты разбрасывать и смотрите если по такому принципу вот рассуждать что если человек все-таки ушел ему позволили уйти до водопреседатель разрешил уйти и на следующую работу может устроиться только по характеристике предыдущего работодателя да то вот видите говорит гражданин эл шенка что он не может уйти своего поста потому что его работодатель то есть народ не отпускает конечно он не отпускает своих чиновников но они не могут идти без его разрешения но сам он не может идти от народа без народа без разрешения народа давай получается так давай поможем да давайте все вместе саженка освободиться от этой кабалы и он бедный тянет уже не может уже рот синий давайте все дружно возьмемся и поможем ему отпустим его как говорится саша иди иди на а характеристику какую тебе такую характеристику я лично там тебе такого понаписываю да каждая характеристику такую так что давай тем более границы открыты у сторону востока без нашей помощи ни фрукта ни овоща друзья любимые наши убрали министра сельского хозяйства игоря брылу представляете отправил ягу лукашенко у витебскую область хорошая помощником своим я просто я я я шокирован это шок я не радую кто ж меняя коней на пероправе самый ответственный момент сейчас страдал страдал народ теперь весь страдает но я у полях страдают а он меняя самого главного страдальца это где голова это что за стратегия это где мозги давайте сейчас мы узнаем позвоним игору брылу или брылу неважно короче бывшему министру сельского хозяйства и узнаем что же там произошло как говорится из первых уст андрушка звони так здравствуйте игорь брылло так брылло брылло здравствуйте это вас беспокоит редакция агро радио андруша рапс евген дожинкин в прямом эфире мы хотели бы задать вам несколько вопросов так скажите пожалуйста а почему так получилось что вас переправили значит вот ссылку ссылку говорят или как это как это понимать что вот в витебскую область с такого поста поста вас вот просто взяли выперли осмысленно значили вот туда скажите что произошло в чем причина информация из интернета всякого там до официального про ссылку в первый раз слышу ну ладно второй но знаете какая то ссылка это повышение и знаете меня услышали я все время если вы в интернете смотрите я все время практически на каждом совещании говорю вы меня услышите и меня услышали меня услышали но не дослушали поэтому как бы отправили меня на а почему витебскую область она же самая отстающая почему она всегда самая отстающая объясните я вам скажу куларную такую информацию только вы особо никому не афишируйте что называть то вы знаете что у нас руководство самого высшего все по понятиям да начинает ловы сгласса все такое все четко конкретно мы играли скажем так в бутылочку ну как бутылочку карты короче нам на должность вот и я уже там получился такой это перед ситуацией оказался это либо вилкой в глаз или витебск раз понимаете почему витебская область постоянно отстает вот по урожаю и так далее по сравнению с другими областями областями все остальные области все остальные регионы страны они заняты только уборкой культур сельскохозяйственной а у нас между прочим культурные столицы беларуси помимо всяких сельскохозяйственных мероприятий проходит самое главное мероприятие страны славянский базар есть такое да 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 совершенно получается точно да правильно видите всегда так вот пока вся страна что называется работы наши работники агропромышленного комплекса вынуждены гулять потому что мы вживую в отличие всех остальных областей показываем людей звезд и людям звезд показываем тоже и значит и леонтьево там этих всех кто приезжает ну ласкова остальных да вот этих всех артистов понимаете люди приезжают отдыхают они видят в живую этих всех исполнителей у них башню сносит значит они идут в загул но это нормальное человеческое явление и реакции идут в ночники в магазины покупают всякое горячительное любимое свое выпивает загуляют запиваю там два-три дня неделя проходит понимаете многие из них возвращаются кто-то не возвращается кто-то возвращается в своих хозяйствах кто-то возвращается не туда нам потом отлавливать их нам потом смотреть где они куда поехали это же время проходит а там уже зимой ну какая там уже совершенно верно мы понимаем вас конечно получается что у витебской области это вот культурный фронт помимо еще урожайного фронта фронта этого на полях как говорит глава государства можно воевать на фронте на поле а у нас мы еще и на сцене понимаете друзья так что хорошо хорошо что ввели сейчас вот эту вот скажем так систему не увольнения вот эту вот когда нельзя людям просто так уволиться с работы правильно? да конечно наверное потому что люди на местах при хозяйстве будут привязаны каждый к своему месту как я сейчас к Витебской области до свидания до свидания Игорь Брыло с нами был на связи это был бывший министр сельского хозяйства бывший наш министр вот да по Витебской области ну что ж вот такая ситуация желаемо говорить удачи Игору вперед за Родину 34 Аграрадио Аграрадио у нашего корыта всегда поляна накрыта ну что ж дорогие любимая это был Аграрадио Андруша Рапс и Ендажинкин смотрите нас каждую среду на пилсотлайв звоните в уменцы и колокола ставьте лайки пишите лайки ставьте эти ну короче комментарии пишите побольше каких то новостей пожалуйста каких то претензий какие то перегибы какие то перегибы не к нам а у себя там может быть какие то перегибы на местах нам информируйте нам пишите мы во всем разберемся дорогие ребята короче мы вас любим пока в общем пока пока Субтитры сделал DimaTorzok